Всем привет! Я сегодня первый раз, сегодня понедельник, и мне как-то уже вот начинает откладываться, что мне не нужно бежать на работу, что не нужно как-то собираться. И я, наконец-то, знаете, начала управлять своим временем, когда мне работать дома, когда мне заниматься домашними делами. Сегодня у меня такой понедельник, день хозяйственный. В выходные мне некогда было совершенно в разъездах, то у ребёнка на английский. В общем, в какой-то суете в выходные не получается убираться. И сегодня я с каким-то таким удовольствием с утра встаю и первый раз убираюсь за очень долгое время, правда. Дома полный свинарник, и буду готовить, убирать, и немножечко поработаю после обеда. А сейчас у меня прям такое трудовое настроение. Сама даже от себя не ожидала. Но настроение уже весеннее, потому что на улице весна. И, знаете, такое нужно убраться перед Пасхой, как-то чего-то тут навести, марафеты. И, в общем, я уже с утра, как пчёлка Майя, начинаю трудиться. Так, круто весной, что у меня открыт теперь балкон. Тут тоже у меня ещё хламовник такой надо разбирать это всё. Обувь перемытая тоже надо убирать. В общем, дел у меня не в проворот. Всем привет! Ой, я немножко падаю. В общем, продолжается, кому интересно, если кто знает, у меня сейчас эпопея с работодателем. Всё продолжается у меня. Никак он не идёт ни на какие нормальные, адекватные переговоры. Ой, ой-ой-ой. Ой, да, засвечено. Зарплату мне так и не выплатили, ничего не выплатили. И, в общем, мне пришлось было обратиться к юристу. Сегодня ездила в Воронеж. Завтра опять поеду. Так что я теперь занимаюсь плотно своим увольнением. И когда это всё разрулится, я обязательно вам расскажу о том, как не попасть в плохую ситуацию, как себя обезопасить. И я надеюсь, что всё будет окей. И, как вообще показывает практика, у нас все законы на стороне работников, по идее. И если какие-то нарушения, конечно, работодателю сразу назначаются штрафы и так далее. Но мне эти штрафы, мягко говоря, не так интересно, сколько интересно зарплата трудовая, и чтобы всё было по закону. Чтобы они меня никак не ущемили в моих правах. Несмотря на то, что я на больничном, дома, всё равно я как-то не чувствую. У меня каждый день какие-то дела, суета. Вчера первый день как-то начала домашним хозяйством заниматься. Тут опять закрутилось это всё с этим увольнением. И, в общем, опять не до этого было. Сейчас готовлю голубцы. У меня мама... Маме очень понравились они, так что я сейчас готовлю для неё. И вот здесь у меня сейчас покажу. У меня здесь фарш. Добавляю рис, чеснок, лук сюда немножечко. И сверху засыпаю всё это дело в мультиварку. И томатная паста немножечко. И получается вообще огонь. А также в духовке у меня моевочка там. Я её просто на фольгу расстилаю. Ой, сейчас покажу. Расстилаю на фольгу. Раскладываю ни в муке, ни в чём не обваливаю. Только соль и перец. Всё, получается обалденная. Мойва. Ещё потом её на гриль. Потом её на гриль. И получается классно. У меня завтра опять поездка. А потом уже туда-сюда и конец недели. Я не успеваю вообще ничего делать. Ужасно. Так хочется наконец-то встать и планировать то, что ты хочешь делать. Заниматься своими делами, своими работами, своими всеми-всеми делами. Но пока ничего не получается. И поэтому сегодня ночью, наверное, ждёт меня опять мой подоконник. Ночь, фонарь, аптека. Это про меня. Вот. Поэтому опять всё равно приходится работать ночами. Вот так вот. Субтитры подогнал «Симон»